Так начинается утро. 40-метровый удлинитель летит с пятого этажа, где живет Илья Малю, каждый день. А дальше 4 часа нужно следить, чтобы никто из любопытных прохожих не дернул провод, не попробовал отсоединить его от машины и сто раз отвечать на вопросы, все ли в порядке. Вот так выглядит пока процедура зарядки новенького электро-Ниссана. Мужчина говорит, просил местной власти хоть как-то решить вопрос. Даже за свой счет оказалось это невозможно. Хотел на фасаде поставить, но, к сожалению, законодательство на сей момент это не предусмотрено. Поэтому, если бы есть какая-то возможность, чтобы внести какие-то изменения в законодательство, чтобы можно было во дворах, я не знаю, либо предусмотрено какое-то место было для заправки электромобилей, ну, в радиусе 100 километров можно куда угодно уехать, а уже больше должна быть какие-то зарядные станции. В самом Могилеве таких электрокаров 5 штук владельцы друг друга знают, и пока кроме как заправляться во дворах частных домов, где удлинитель нужен поменьше, вариантов не придумали. Экономичность таких машин по сравнению с обычными бензиновыми, конечно, невероятная. Проехать на электрокаре 100 километров в 7 раз дешевле. Заправка обойдется в 2,5 рубля. Но вот где к ней подключиться в Могилеве, пока ответа нет. Хотя в планах уже к 2021 году в регионах должны появиться около 40 новых электрозарядных станций с расстоянием между ними в 50 километров. Об этой инфраструктуре для электрокаров накануне говорили во дворце независимости Тесла, как показатель премиум-класса нового поколения авто, оценил президент и протестировали промышленники и ученые. Прототипы таких машин, конечно, гораздо демократичнее. В первую очередь по цене должен обеспечить автомобильный завод Белджи. Он станет технологической базой для выпуска машинной электротяги. А стоимость такого авто с потолком до 14 тысяч долларов, с учетом того, сколько можно будет экономить на заправке, должна сделать электрокары популярным вариантом для белорусов. Чашка кофе 100 километров. В Гомеле, в отличие от Могилева, на дефицит такого автоэлектричества не жалуется. Павел Боярский пересел на электромобиль всего полгода назад, после того, как на таком же Ниссане приехал знакомый из Норвегии. Заряжается бывает и дома от розетки, но с появлением в районе специализированной зарядной станции он теперь здесь частый гость. 15 минут и готово. Вопрос как бы остается открытым для дальних расстояний, то бишь в среднем 100 километров на машине проехать можно. Но до Минска надо, чтобы было хотя бы три заправки, чтобы до него доехать. Чтобы централизованно решить проблему, компания «Беларусьнефть» объявила о своем намерении стать национальным сетевым оператором по зарядке электромобилей, готовой обеспечить все основные магистрали Беларуси. Предложение сейчас рассматривают в правительстве. Мы базируемся на прогнозах мировых агентств. Предполагаю, что с 30-го года будет примерно 30% транспорта на базе электротяги. Поэтому к данному периоду мы предполагаем в районе более тысячи зарядных станций по всей стране. Электрический транспорт уже сегодня на азиатских рынках в продажах номер один. Европа чуть отстает, но по оценкам экспертов тянется в эту же электро сторону. В Беларуси распространение таких машин будет поддерживаться и вводом атомной электростанции. Энергии хватит всем. Вопрос в подходе пока очень разном в областях. В Могилеве автовладельцы уверены, не спрос должен рождать предложение, а наоборот, надеясь, что скоро удлинители останутся в прошлом нового поколения машин. Максим Вичерков, Елена Купшинская, Владимир Пятенев и Владимир Недобоев. Наши новости ОНТ.